Всех приветствую, вы на канале школы вязания нашей пряжи. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами невероятно красивую, в то же время простую сеточку спицами. Сеточка может выполняться на хлопке для летних изделий или у меня на полушестерной пряжи для демисезонных изделий. Смотрите она ровненькая получается красивая, выполняется очень просто и быстро спицами. Значит вот эта лицевая сторона вот так выглядит изнанка. Так узор выполняется на количество петель кратно четырем плюс две кромки и плюс видите с каждой стороны от кромки я еще одну петельку вязала платочным узором. Таким образом сеточка не скручивается красиво вот так стоит и вот эти две петельки я тоже добавляю по этому схемку. Значит набираем количество петель кратно четырем классическим способом набора вот так на две спицы. Так прежде чем приступить к узору я провяжу один подготовительный ряд с изнаночной стороны. Первую снимаю кромку, после кромки вторую петлю вяжу платочным узором, то есть одна лицевая. Дальше все петельки выполняю изнаночными петлями вот так до последних двух петель. Вот каждую петлю классической изнаночной петлю вяжу. Так когда осталось две петли, перед кромкой петля будет платочным узором, провязываю ее лицевой, кромку изнаночной. Так это 0 ряд или подготовительный, он не входит в счет узора. Поворачиваем. Теперь первый ряд у нас с лицевой стороны. Я снимаю кромку, петля после кромки платочным узором. Это одна лицевая. А дальше рапорт нашего узора. Две петельки провязать не нужно вместе лицевой с уклоном вправо. Правую спицу завожу слева направо в эти две петли и провязываю их вместе лицевой вот с уклоном вправо. Дальше делаю двойной накид. Дважды оборачиваю нить вокруг спицы и выполняю две вместе лицевой с уклоном влево. Переснять две петли, повернув их правыми стенками назад. Возвращаю обратно на левую спицу и провязываю вместе лицевой за заднюю стенку. Последние четыре петли это рапорт рисунка. Повторяем. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо две петельки провязала вместе лицевой. Делаем двойной накид. Дважды обернули спицу. Две вместе лицевой с уклоном влево. Переснять две петли, повернув их правыми стенками назад, вернуть обратно. Провязать вместе лицевой за заднюю стенку. Это второй рапорт. Еще раз две вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид. Две вместе лицевой с уклоном влево. Пересняла. Повернула правыми стенками назад. Провязала вместе лицевой за задней стенкой. Так вы повторяете до последних 2 петель. Перед кромкой у нас платочным узором провязывается петля. То есть всегда лицевой, кромка изнаночной. Вот такой у нас первый ряд с лицевой стороны. Поворачиваем вязание. С изнаночной стороны у нас второй ряд. Первую петельку снимаем. После кромки всегда петля платочным узором. То есть одна лицевая. А дальше вяжу изнаночные. Двойной накид провязывается как 1 изнаночная. Второй накид провязывается лицевой. И изнаночные. Повторяем рапорт. Изнаночные. Двойной накид вяжем 1 изнаночную петлю, 1 лицевой. Изнаночные. Изнаночные. Двойной накид изнаночная. вторую петлю лицевой, изнаночная. Осталось 2 петельки, предпоследняя лицевая, платочным узором, кромку изнаночной петлей. Вот такой у нас второй ряд. Поворачиваем вязание. Третий ряд у нас лицевой стороны. Кромку снимаем, петля после кромки лицевая, платочным узором. Дальше раппорт. Делаем накид, затем убавка с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернув их правыми стенками назад. Вернуть обратно и провязать вместе лицевой за заднюю стеночку. Вот это 2 вместе лицевой с уклоном влево. Теперь 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки, провязываю вместе лицевой петлей. Вот так. И делаю накид. Повторяем. Накид, то есть здесь 2 накида подряд. Убавка с уклоном влево. Пересняла 2 петли, повернула правыми стенками назад. Вернула обратно, провязала вместе лицевой за заднюю стенку. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо провязываю 2 вместе лицевой. И накид. И еще один раппорт. Накид. 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 вместе лицевой с уклоном вправо и накид. В конце 2 петельки, 1 лицевая, кромку изнаночной. Вот такой у нас третий ряд. Работу разворачиваем. Четвертый ряд у нас на изнанке. Вяжется так. Кромку снять, после кромки 1 лицевая. Так, теперь, когда у нас 1 накид, мы провязываем ее просто изнаночной. Все петельки остальные изнаночными. Когда у нас 2 накида, мы провязываем первый из 2 изнаночной, второй лицевой. И так дальше, вот изнаночными 2 петельки. Двойной накид, это 1 изнаночная, 1 лицевая. Снова 2 изнаночные. Здесь в конце у нас только 1 накид, значит, тоже изнаночной петлей. Предпоследняя платочным узором лицевая. Кромку вяжем изнаночной петлей. Вот такой у нас четвертый ряд. Работу разворачиваем. Вот эти 4 ряда, весь наш рисунок. Вот видите, какие ячейки в итоге получаются. Значит, работу повторяем с первого ряда. Кромку снять. У нас был раппорт, ага, 1 лицевая, не забываем, да, платочным узором. А тогда был раппорт. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид. И 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снова 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Еще раз. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Предпоследняя лицевая. Кромку изнаночной петлей. Вот я повторила еще раз первый ряд. Значит, так вы повторяете с первого по четвертый ряды для нашего узора. Вот в итоге получается просто великолепный узор. Видите, сеточка ровненькая, очень хорошо держится. Края, благодаря всего одной петли, у нас тоже вот такие стойкие. Внизу, если хотите, можно будет ряд изнаночных провязать, затем с изнаночной стороны уже так, как я вязала. А тогда уже делать сам узор. Вот. Данный образец я вязала из пряжи от Young Art. Здесь 50 грамм, 140 метров. 65% толка шерсти. Шикарный получился образец для демисезонных вещей. Для летних вещей желательно вязать из хлопка. И рыбью микрофибры. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушин. Это канал Школы Вязания Наша Пряжа. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!